Продолжение следует... Организаций, именующих себя Церковью Христовой, но в связи со своей независимостью, со своими нововведениями, которыми они руководствуются в своей жизни, нововведениями по сравнению со священным преданием, с православной традицией, они предъявляют в вину, ставят в вину Церкви ее чин существования, который согрет и освящен священным преданием, традицией церковной. Таковые, конечно же, заблуждаются. Библия не спустилась на маленьких крылышках из небесной выси. Библия, давайте будем говорить особенно о книгах священного Писания Нового Завета, была сформулирована апостолами, учениками Иисуса Христа, из Писаний которых нам и явился образ Бога, воплотившегося, и образ его действований, и его учения. Это собрание книг Нового Завета не появилось в первой половине первого века, когда Господь еще жил среди учеников своих, был виден и осязаем на земле, а сложился канон священного Писания Нового Завета уже в конце первого, в начале второго века. И то, что отражено в этих новозаветных книгах, поначалу являлось достоянием как раз предания. Это не было записано, но это было уже увидено и усвоено учениками, свидетелями Боговоплощения. Потому то, что оказалось записанным, является вторичным по отношению к тому, что вначале было воспринято и усвоено апостолами. Сначала священное предание, а потом, как его особая форма, является священное писание, сформулированное, записанное, кристаллизованное, так сказать, то, что приняла церковь от своего божественного учителя и спасителя. Потому сказать, что вторично многое, что не вошло в тексты священного Писания Нового Завета или не является Богом дарованным, несправедливо, ибо божественное откровение воспринято как священное предание Церкви, и одной из форм его является священное писание. Именно в его рамках, в недрах, в духе священного предания мы призваны и толковать священное писание. Так что та самая Библия, о которой вы говорите, она указывает нам на ту практику благочестия, которая и на тот опыт богообщения, который содержался и содержится в Церкви. И эти, как вы называете, каноны и законы, они отражены в Священном Писании Нового Завета. И на них эти свидетельства новозаветные, они, эти каноны и законы, упираются, опираются, и ссылкой на них были, на свидетельства новозаветные, установлены. Только нельзя понимать Писание так, как захочет кто-либо из праздных умов. Нельзя ее интерпретировать, нельзя никакую книгу Священного Писания интерпретировать, так как вам в голову взбредет, что и делают многочисленные секты и неправославные христианские течения. Интерпретируя так, как им захочется, вне контекста священного предания, вне того святоотеческого духа, которым была сформирована эта священная божественная книга. Поэтому глубоко заблуждаются те, которые думают, будто жизнь Церкви в чем-то находится в противоречии со Священным Писанием, Богом данным. Бог дал Священное Писание в недра священного предания, потому оно, Писание, нам необходимо как измеритель подлинности и истинности наших церковных установлений. И сами эти установления происходят в связи с теми определениями, которые зафиксированы в Священном Писании. Мы исповедуем глубокое единство Священного Писания и предания, и никаким образом не отречемся от предания в связи с тем, что что-либо в нем не отражено прямым текстом в Священном Писании нашего православия. Субтитры создавал DimaTorzok